В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро. Учащийся 9-й гимназии Черкеска Иларион Телепень стал дипломантом краеведческой конференции. Его работа касалась исторического наследия нагайцев. Откуда у столь юного человека интерес к такой теме и как собирался материал? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Иларион и его педагог, учитель географии Ольга Мхитарян, ответит моей соведущей Бейли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Ольга Шагеновна. Доброе утро, Иларион. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас прекрасный повод. Значит, твоя работа, Иларион, по историческому наследию, она вызвала огромный интерес на краеведческой конференции, да и вообще в целом в республике. Мне хочется, знаешь, что у тебя спросить. Откуда у тебя, вот у столь юного человека, такой интерес к истории, к историческому наследию? Сейчас же дети этим не увлекаются, подрастающие поколения. Расскажи, пожалуйста. Ну, знаете, я увлекаюсь историей со своего детства, так как у меня отец сам историк, и он познакомил меня с этой всей темой. И, ну, знаете, мне это так понравилось, что я реально решил во всю эту тему вовлечься. И, ну, по итогу, вот вы видите. Диплом. Да. А тему вы вместе выбирали, Ольга Шагенна? Тему, ну, ежегодно Карачаево-Черкесский центр дополнительного образования присылает нам заявки. Участие в конкурсах. Каждый год участвуем. Каждый год. И каждый год результаты есть. Ну, вот в прошлом году Иларион Телепень как бы захотел участвовать, сам предложил. Вот, я хочу участвовать, я объявляю всем детям в классе, во всех классах объявляю. Ну, вот он подошел и говорит, а может быть, мне попробовать? Ну, еще подумаю один день, и вам завтра скажу. И на следующий день пришел и сказал, да, я буду участвовать. Хотя он точно не знал, что там и как, чего. Но он прилежно очень неприятно. Да, интересовался, да. А вообще я его заметила с пятого класса. Он очень умненький такой, он необычный, не такой, как все. У него память очень хорошая. Географию он любит. Вот сейчас, на данный момент, он очень любит географию и много знает. Как вы собирали материал? Насколько это было сложно? Вот сбор материала, это все-таки история. Там я видела такие красивые театральные костюмы, куклы. Как вы собирали? Иларион, расскажи. Знаете, были сложности со сбором информации? Ну, на самом деле, да. Ну, сложности были, родители помогали тоже очень хорошо. Артеке – это такая необычная тема, и материалы по ней найти было крайне непросто. Этнография ты имеешь в виду, да? Да. Ортеке – это вот Ногайский кукольный театр называется так. Ортеке. Даже я вот заинтересовалась, дословный перевод, Иларион. Это тёмный козлик означает. А там козлик, игрушечка. Нет, это переводится вроде как козлик посередине. А посередине, да, танцующий. Как долго ты собирал этот материал? У меня это заняло где-то приблизительно около одной недели, но… А это самый любимый твой предмет – география, история? Ну, да. И именно эти два предмета даются мне легче всего. Ты гуманитарий. Ну, можно и так сказать. Он же ещё на Олимпиаде выступал по географии. Он призёр Олимпиады по географии в прошлом учебном году. Получил грамоты тоже. И участвовал в географическом диктанте 30 октября 2022 года. Иларион, опять хочу обратиться к тебе и спросить. Твоя будущая профессия будет связана с историей, с географией, или ты ещё не определился? Ну, знаете, скорее всего, именно так и будет. Ведь, ну, сами посудите, у меня реально очень большой к этому интерес. И я и вправду был бы не против стать историком. Я желаю тебе огромной удачи на твоем жизненном и творческом пути. И вас благодарю за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Было можно. Я ещё хочу передать благодарность. Жан Кёзова и Зимфири Хамидовне, директору Центра дополнительного образования, за её профессионализм. Ну, пользуясь случаем. Да. Спасибо вам. И, Белла, спасибо за приглашение. Спасибо вам тоже. Удачи. Очень приятно. Спасибо. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкёзовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.